Не, реально вкусно, да? Да, пиздец. И придумаешь, что ты сам можешь это делать. И это, блядь, и здесь легко. А чернослив вот возле метро подается. Причем охуенски вкусный. Ну, чернослив должен быть именно вот такой вот маленький, кисло-сладкий. Ну, как вот этот, да? Да. А тот, кстати, другой, он намного больше. Да, он как бы, он кисловатый, он не дает такой вкус. А вот этот вот маленький, не, он тоже вкусный, но он немножко другой вкус дает. Ну, чем-то они отличаются, видимо, какой-то там. А этот, он понимает, что он как бы не занимает много места, и он объемный, вот этот маленький. Ну, обязательно его немножко надо поджарить вперед, курица. Ну, да, чтоб он взялся. Хорошо, поджали. Ой, ну, слушай, немного съели, а вот это хранение, какого нахуй гарнира, реально ничего не надо. А это вот чернослив-карнир. Это реально, кстати, такое блюдо, что можно быть на праздник. Ебануться вообще, и не заморочаться. И быстро, и все. Ты, блядь, тебе не надо никакой ни картошки, ни морковку, ничего чистить. Нет, не надо. Ты вообще все закинулся с едой. Как вы, как в Индии, нахуй, поели руками. Я ем руками, я обожаю есть руками. Как Леночка поднесла, сейчас мы на салфетку грязные кости нахуй кинула за заботу. За заботу. Я просто хочу защитить немножко индусов. Блин, индусы, у них немножко другое вообще мировоззрение. Для них главное то, что внутри. Понимаешь, они считают, они раньше... Нет, ну они реально... Тысяча четыре... Тысяча четыре лет, тысяча четыре лет, ели с пальмовых, знаешь, пальмовые листья. Не привыкли их бросать. Ну, то есть для них как бы то, что вокруг, это не имеет большого значения. Для них важно то, что внутри у тебя. Вот даже когда они умирают, я сначала не могу понять, почему. Я смотрю видео, например, да, там из того же Варанаси. Все стремятся в Варанаси. А Варанаси это святой город, там, где живет Шива. Шива это один из апостасей верховного бога у них. Вот. Ну и как бы Шиваиты. И люди стремятся умирать в Варанаси. И когда как бы человек умирает, они радуются. Но у них, потому что, да, перерождается. И типа наоборот, ему будет лучше, чем было здесь на Варанаси. Да. И как бы они считают, что тот, кто умер в Варанаси, он выходит из колеса сансары. То есть в индуизме у них как бы люди, когда умирают, то есть их духовная сущность, она переходит в другого человека. То есть чем лучше, допустим, человек жил праведнее, а если он умирает в Варанаси, он вообще выходит из колеса сансары. То есть он попадает на высшую планету. А если в другом городе он умирает? Если в другом городе умер, как бы, чем праведнее он живет, то есть если он совершает добрые поступки, если он позитивный, если он, допустим, да, как вот мой муж, то есть тогда он попадает на высшие планеты или попадает в тело, например, Брамана, а не в тело неприкасаемого. Да? Понимаешь, о чем говорю? А вытих, а все, там свинья его, улиток, они не перерождают. То есть, да, если он был, как жил, как животное, ну, то есть он будет, он переродится, может, в свинью переродиться. Вот. А если он умирает в Варанасе, даже если он жил, как свинья, он все равно на высшие планеты попадает. Поэтому они счастливы, они радуются. Для них тело, тело, это, как вот, майка. Непонятно, да? Непонятно. Для девки, просто. Да. То есть, поэтому они радуются, что человек, как бы, попадает в другое измерение. Это очень удивительно. Я сначала не могла привыкнуть, то, что, как бы, почему вы радуетесь, у вас, ну, умирают, да, как бы, люди, вы радуетесь. То, что вот сейчас только народ умирает, да, как бы, и уже бытует то, что, как бы, люди пренебрегли немножко безопасностью, и они считают, что, как бы, живо наказывают. Да, да, да. То есть, как бы, нельзя до конца быть, вот, ну, как бы, таким человеком. Они говорят, что все уже победили, все это заинтересовало. Да, 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 да. На самом деле, когда первый локдаун начался, у них, у меня очень много друзей живет в Индии, и, как бы, друзья мне рассказывают, говорят, там, палками бьют. Не надел масками, палками. Мы показывали. Да, то есть, бамбуковые палки, и, вы знаете, на удивление, как бы, сдерживали народ. Может, поэтому, как бы, у них там все пошло на спад. Да. А из-за этих праздников, что там они? Кумхавелла, это когда... И они все расслабились. Да, и выборы, да. И выборы, когда, как бы, перестали, да, как бы, следить за масочным режимом, и особенно кумхавелла, когда садху и бабы, ну, как бы, бабы, так называемые, то есть, это люди, которые, ну, посвятили свою жизнь, ну, садху, посвятили свою жизнь, как бы, служению Богу. Ну, то есть, они просто отреклись от всего, отреклись от семьи, отреклись от жизни, да, материальной, и они только служат Богу. То есть, они скитаются, служат Богу, и у них ничего нет. И вот они все, вот в этом году в Харидваре была, это кумхавелла, и они все туда, как бы, съехались, естественно, как бы, вирус, и все удивляются. Да, 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 да. А в этой воде плавают, за руки держат, и все притыккают. На самом деле, вы будете удивляться, но в Ганге, Ганга выдерживает, вот, например, да, на Ганге стоит очень, да, древний город Варанаси, и по индуистским верованиям в Варанаси живет Шива. Шива – это верховный Бог. Если ты служишь Шиве, если ты веришь Шиву, то тогда ты успешный, тогда ты, у тебя есть деньги, тогда у тебя есть лучший друг или подруга, там, жена, и так далее. То есть, как бы, Шива – это один из аватаров Вишну. Вишну – это верховный Бог, да, и там есть Кришнаиты, есть Вайшнавы, те, кто служит Вишну. Есть Рама, такой Бог, да, вот, и есть Шива. Ну, как бы, большая часть индуистов – они Шиваиты, хотя есть еще Ситхи. Вот, и как бы Шиваиты, они стремятся умереть в Варанаси, и в Варанаси, вы представьте, да, там на Акхатах, да, и там маникарника, самый большой Акхат, где сжигают, постоянно, постоянно, постоянно сжигают трупы, 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 и все эти останки, да, они отправляются в Гангу. Ну, да, выкидываются. И, как бы, вот сколько их отправлялось туда, не было ни одной пандемии, да, ни одной. То есть, и ученые стали удивляться, почему, почему, почему нет пандемии. А вы будете удивлены, ну, в Ганге там настолько много серебра. Вот там просто растворенное серебро. и, как бы, выдерживала Ганга, да, это мать, вот, всех рек. И выдерживала она, и не было пандемии. А здесь, ну, видимо, боги разгневались, что, как бы, в такое время все-таки нельзя расслабляться. И вот этот индийский вирус, коронавирус, он мутировал, потому что у индусов, вы удивитесь, но у них настолько мощный иммунитет, я всегда поражалась. Только эта грязи ко всему привыкши, да. То есть, вот ребятишки маленькие, они в этой пыли бегают, они там что-то едят, что-то делают. Индусы, вот тут же идет дорога огромная, они тут же кушают. И, как бы, иммунитет просто железный. И коронавирус мутировал, как бы, и он стал вдвое сильнее, чтобы жить в человеческом организме, вдвое сильнее. И, конечно, ну, вот сейчас беднейшее население, хотя, как бы, очень, ну, это, наверное, политика, здесь нельзя говорить, да? Да. Можно, да, говорить. Ну, что, как бы, все-таки спутник, наша вакцина, да, как бы, да, и признана вот уже индусами, что, как бы, это одна из самых сильных. Есть оксфордская вакцина, есть индусская вакцина, индийская, как бы, да, и вот все-таки спутник, это котируется выше вот этой вот английской вакцины, которую они закупили, и индусская вакцина, все-таки спутник наш, он считается самый надежный вакцин на удивление но я думаю что сейчас поступил что я думаю что эта вакцина попадет все-таки наверное самым-самым богатым прежде всего ну мы очень расстроены то что как бы мы не можем поехать в индию потому что как бы вот мы хотели вот в это время поехать в индию сейчас снимать ну что ж подождем лучших времен поедем на борьбе даже не знаю сколько это будет сейчас мы можем улететь пожалуйста есть регулярные рейсы и как бы рынке отправляют рейсы два рейса в неделю есть туда-обратно один лес есть из гоа в москву и как бы по деньгам это не сильно дорого и виза как бы есть сейчас можно оформить электронную бизнес визу которая 300 баксов стоит пожалуйста лети ну как бы все-таки опасно потому что вот этот новый штамм коронавируса индийского как раз поражает людей которым 35-40 лет то есть он к нам поэтому пока немножко подождем займите да дай бог чтобы меньше народу умерла действительно это просто потрясающе духовная страна и как бы очень жалко людей которые умирают и мы надеемся что все будет хорошо это замечательно страны хай кришна хавану и